Приветствую, дорогие товарищи! С вами Назар. Продолжается у нас игра за соц. Республику Skynavia. Наш союзник в лице Хауклендской Народной Республики соглашается присоединиться к нашей стране. Присоединяем их. Насчет вот этих присоединений, как подсказали в комментариях, можно присоединять только твои соседние страны. То есть, допустим, Skyfall, который находится через море, мы присоединить не можем. А вот здесь, как бы было сухопутное сообщение между островами, то мы их смогли. Ну и сейчас получили выход на эту страну и идет прогресс их присоединения. Насчет северных коммун пока что точно не знаю, но, возможно, после выполнения вот этой вот еще братской республики фокуса, что-то может и произойдет, либо вот здесь что-то будет происходить. По внутренней политике у нас сейчас идет выполнение фокуса на дружбу между видами. Эмигрантские подразделения социалистов станут доступны. По внешней политике больше тут нету каких-либо фокусов на то, чтобы получать цель войны против других стран. Поэтому, я думаю, нам нужно пока что накопить политвласти, а затем начать оправдывать цель войн против соседних стран. Первый, наверное, станет герцогство Феофия. Вот и аннексация Брентбриксской соцреспублики. Добро пожаловать. Да, их территории становятся национальными. Теперь у нас уже 38 военных заводов и 8 верфей. Открывается доступ к подразделениям эмигрантов. Мы можем набрать добровольческие отряды революционеров из всех рас Экуса и Грифонии. Это вот два континента, так называются. Объединенных общим стремлением бороться за социалистическое дело. Даже чейджлингов можно набирать. Ну, пока что будем использовать сутонаши войска. Открылся, кстати, решение на то, чтобы предложить союз Ручейграду. Это вот здесь такая вот страна. Получили общую границу. Она также коммунистическая. И если они примут наше предложение, то они станут марионеткой. Есть, правда, один нюанс. То, что они уже состоят в альянсе и они воюют против республики Бакары. Дальше давайте закроем вопрос с северными коммунами. Получим стопы от власти и поменяется в них название. Кульминационный момент напряженной работы, упорства и жертвенности. Как с нашей стороны, так и со стороны наших братьев Пони. На севере нам удалось развить территории бывших северных племен. С помощью доктрины социализма. Демократическим голосованием будет создана Крайняя Северная Республика, чтобы возвести новую эру социализма на севере. Но может они так и останутся и не будут присоединяться к нашей стране. Все-таки там населяют эти земли Пони, а вот здесь Грифоны. Давайте подпишем договор Блавхэт. Наши усилия направлены на то, чтобы обвинить коммуны, откликающиеся леса, уменьшались успехом. Официальное соглашение, которое полностью признано жителями леса, будет подписано на Блавхэт сегодня. Что позволит армии проводить оборонительные маневры в пределах автономной области. Но тут нас не армия интересует, нас вот здесь интересует такая вот фишка. Тут есть, что если мы обеспечим сотрудничество с этим автономным регионом, то будет у нас доступно на 150 дней принимать решение, по которому у нас темпы исследований будут расти на 10%. Максимальная эффективность производства будет подниматься и рост эффективности производства будет плюс 10% идти. Очень хотелось бы это взять, достаточно такая приятная вещица. Давайте это возьмем. Тут нужно будет подождать еще 50 дней. Интернационалисты подрастут по влиянию и потом, когда собираем сотню политвласти после выборов, отправим им предложение на вступление в наш альянс. Становится доступно союз с ручьей Градом. Давайте мы его предложим им, посмотрим на их реакцию. Следующим фокусом у нас будет добро пожаловать их знанники. Тут должно произойти событие по возвращению каких-то персонажей в нашу страну. Троевидных революционеров, Эмма Гольфрид, Михаил Бекунин и Пьер Панихон, когда-то давно покинули Скай-Нави, составшись на отсутствие действий по освобождению угнетенных соседних стран. Теперь, когда мы сделали то, что оказалось невозможным, несколько десятилетий назад, мы можем пригласить наших изданных товарищей домой. Идет оправдание цели войны против Феофии в середине июля. Оно завершится достаточно долго, 150 дней нужно на каждую войну. Перебрасывая сюда войска, у городка Фезера есть цель войны на нас и нашего союзника, но почему-то они не используют ее. Пока так, давайте отодвинем отсюда свои войска. У нас тут есть 6 ополченцев, которые мы брали за решение. Давайте мы их сюда как раз таки поставим, чисто чтобы они стояли. Тем временем, пингвины терпят поражение от Новой Грифонии, которая объявила им войну. Ну, возможно, где-то вот здесь на островах они задержатся. Можно было, конечно, им отправить добровольцев, но пока они бы подошли, тут очень бы фронт такой, знаете, небольшой получился. Сколько мы вообще можем им отправить? 9 дивизий. Ну, против Новогрифонских, штук 50 у них, наверное, есть. Это вообще ничто. Посмотрим, как Эквестри будет реагировать на такие вот выпады. Также капитулировала республика Лонгсворт от Озерграда. А Грифонская империя начинает выдавливать войска Кумичного герцогства, в которой здесь завершится война. Блин, тут будет очень большой фронт. Но, по идее, они должны сначала будут пойти на Феофию. Ну, посмотрим, как оно будет развиваться. Открывается все-таки возможность интеграции Дальневосточной Республики. Но будем пользоваться этим моментом, пока оно доступно нам. Потом, если ты вот здесь формируешь такую большую объединенную Грифонию Республику Социалистическую, то ты уже вроде как не имеешь возможностей таких присоединений. И для ужаса тем временем добилась капитуляции Актурианского Ордена. Ну, а наши войска потихонечку переходят уже вот на такой вот формат. 20 членов фронта. Правда, пока не все дивизии переведены под него. Вот здесь я говорил, что это по решению. Те дивизии, которые мы вот здесь получили. Но нет, это все-таки обычные наши войска. Вот я их перевел на 20-ку. Буду тут немножко их тренировать. Это в тростепенном фронте. А вот и капитуляция Клубничного Герцогства. Это очень плохо, потому что нам нечем прекратить эту границу. Тренировка идет, но, сами видите, уже заканчиваются пони ресурсы. Отличные новости с Востока. Ручейград становится нашей марионеткой. И выходит с войны против Республики Бакары. Тут почему-то ее противники не могут никак высадиться. У нее просто есть флот. А у них один только корабль тяжелый. Это как вообще. Но зато у них нет войск. Шесть дивизий всего. Сразу открывается возможность интеграции этой страны. Но пока что давайте не будем этого делать. Потому что здесь пони. Да, я здесь. Я понимаю, что здесь присоединил пони. Но пока, возможно, они создадут еще кое-какие войска. Просто, насколько я понимаю, тут, когда происходит интеграция этой страны, то запасы оружия, их не переходят к нам. Только корабли. Просто возьмем контроль над их армией. Конечно, угроза нежити очень большая. Так что пусть будут они на этом фронте пока что стоять. Кое-как тут распределяться. В случае чего будем перебрасывать дополнительные сюда войска. Выполняется фокус на возвращение. И это все-таки будут у нас генералы. Вот такие. Не очень прокаченные. Но хоть какие-то. Хотя перки достаточно приятные у нее прокачены. Дальше давайте займемся немножко нашей наукой. Есть вот тут возможность обучить народ. Можно получить еще одну ячейку исследований. Но сначала нужно сделать от народа для народа. Две ячейки для строительства. Вот этого мы получим. Мало смысла поддерживать концепцию частной собственности на земле. Учитывая отсутствие капиталистического хищничества на жизнедеятельности пролетариата в скайнарском обществе. Мы должны поощрять и пропагандировать идею совместной ответственности общественности за сохранение и использование земли в общинах на общее дело. Второй генерал намного поприятнее. Три атаки он получает. И команда, и приспособленец. Ну это ему надо выдавать какие-то спецвойска. Возможно в будущем они у нас появятся. Получаем цель войны против Великой Феофии. И объявляем сразу эту войну. Также призовем к оружию Skyfall. Чтобы можно было с их территории наступать. Флот будут держать в своем порту. Потому что у наших противников есть достаточно сильный флот. Два крупных корабля. Авианосец. Было бы неплохо их замаринетить и потом получить эти все корабли под свой контроль. С юга вроде как у нас показано, что есть возможность хорошей атаки. Включаем войну жденную. Да, они получают неплохой бонус из-за планирования. И пробивают оборону. И давайте попробуем взять решение на сотрудничество с вот этими весными нашими братьями. Которые должны дать 10% скорости исследований. Допустим 200 дней на доктрину сейчас. Берем это решение. И получаем 180 дней. Достаточно неплохой прирост. На северном участке фронта вообще есть территории, которые не заняты никем. Просто я вот тут вижу коммуна Румау. Наши братья по идеологии провели здесь такую атаку. Это скорее всего был приграничный конфликт. Потому что эта область была подсвечена желтой рамочкой. И как видно они отхватили часть тут территорий. Это кстати их даже национальная территория. Но надеюсь вот эти вот все коммунистические страны можно будет так же как и Ручейград маринетить при помощи решений. А вот и имперцы также объявляют войну нашему текущему противнику. Это очень плохо. Потому что у них намного больше и войск. И границы у них пошире. Правда здесь есть крупные реки. Может наши противники продержатся как-то подольше. Наступаем достаточно неплохо. Грифонская империя правда взяла их столицу. Тут 25 победных очков. Сейчас вот идет за счет один крупный город. Бой. И грифоны наступают. С империей и нашей наступают. Ну не знаю кто тут быстрее придет. Кому повезет. Также берем сейчас Роттендендрам. Группная морская база. Вот мы его взяли. Ну у нас есть 44%. Был бы хорошо взять этот еще город. К сожалению не получается его взять. Быстрее приходят имперцы. Ну и соответственно до 40% подает наш вклад в войну. Все. Происходит капитуляция. Ну очка у нас немножко меньше чем у имперцев. И они начинают просто захватывать здесь территории. А мы сделаем их марионеткой. И будем передавать эти территории непосредственно самой марионетке. Правда тут цены такие дичайшие. Но мы тут совсем немного получим земель. Ага если марионетки передавать то нормальные цены. Ну достаточно неплохо получилось. А почему эта территория так вот подсвечена? Интересно. Это что она нам осталась? Нет. Отошла имперцам. Ну что ж. Следующей нашей целью будет городок Фезера. Фезера нужно вот эти полностью все территории себе забрать. Чтобы можно было потом интегрировать Скайфол. Его можно было интегрировать кстати еще во время войны. Когда мы вот здесь брали территории. Они окрашивались в наш цвет. И как бы получалось что у нас есть общая граница. И тут появлялось это решение. Но я хотел все таки вернуть вот здесь землю. Потому что она национальная именно для Скайфола. И когда мы присоединим например этот Фезер. То она не станет для нас национальной. Так что нужно обязательно ее отдать все таки Скайфолцам. Да зато можно присоединять герцогство. У них сохранились корабли. Вроде как даже все. Ну крупные точно все. Авианосец и два линкора. Можно их уже начинать присоединять. Но я бы все таки сначала приложил союз Грифонии и свободной территории. У нас все условия и требования выполнены. Нужно только сотню политвласти. Ах блин мы немного не успеваем. Смотрите тут нужно 40 интернационалистов. А сейчас происходят выборы. Которых коммуналисты получат больше 40. И тут видимо не хватит. Ну разве что попробовать как-то уменьшить их популярность. Просто Грифония империя может напасть. Но тут узкая линия фронта. И мы можем отправить сюда добровольцев. Ну ладно потом это сделаем. Уже после следующих выборов. 2 сентября 2012 года. Империя Грифонов объявляет войну великому герцогству Феофии. Которые находятся в нашем подчинении. Начинается Великая война на Грифонском континенте. Начинаются атаки Грифонской империи по нашим войскам. И в некоторых местах я вижу прям все очень плохо. Потому что здесь идет тренировка. Ну если смотреть по войскам. Ну то у них меньше чем у нас. У них примерно где-то 70-80 наверное. У нас сотни. Да из них десятка это такие всякие гарнизончики. Но у них тоже такие есть. Правда у них есть вот такой вот союзник. Имперское графство. Бронзхилл. У которого еще есть. 25 точно. Надо будет все таки перебрасывать наши войска с фронта против нежити. Вот сюда. Потом расставим их вручную. И вот эта вот война. Но пока не знаю будет она у нас или нет. Нужно будет смотреть по ходу этой. Как тут будет происходить событие. Нужно было бы еще призывать ополченцев с коммун. Но не хочется увеличивать поддержку интернационалистов. Хотя с другой стороны эта война будет длиться долго. Не давайте все таки будем призывать. Сейчас каждый штык на счету. Так что нужно воспользоваться этим предложением. 10 ширины. Но хоть что-то. Немножко распределил тут войска. Сейчас они начнут движение. Оставил здесь пока 7 дивизий. На вот этом фронте. Потом если что объявим на то войну. И как-то станем здесь в оборону. Мы будем смотреть. Для этого еще не скоро начнется. Осталось тут у нас 5 дивизий. Остальные раскидал по основной армии. Будем их использовать в тех местах. Где очень все будет у нас плохо. Так что вот сюда их перебросим. Еще 8 дивизий у нас находятся на тренировке. Вот тут я вижу плохо дело. Но правда тут-то гора. И наши восстановятся сейчас. Ну давайте сначала сбросим их. Они тут себе потренируются. В боях защитных. Перебросим их под вот это командование. И вот так вот распределим. На этом участке. Подрубим также последний рубеж. Вот для этой армии. Ох, тут даже есть дыры. Ай-яй-яй-яй-яй. И тут пока что у нас все распределяется. Знаете. Первый месяц войны подходит к завершению. Самые большие потери по территории у нас находятся вот на этом вот выступе таком. На центральной равнине. Вот они больше всего давят именно что танками. Вот есть у них, я вижу, два. Одна, еще две дивизии танковые. Они именно в том местах бьют ими. Также бьют здесь в город. Вот тут вроде бы как. Да, тут городская застройка. То есть у наших войск здесь есть хорошие бонусы на защиту. Танки тут бесполезны. Ну давайте вот так. Немножко подтягиваю его вручную. Вот здесь, например, можно будет даже контратаковать. С этого леса отбросить эту танковую дивизию. Не знаю, правда, какие именно там у них находятся танки. Мы просто вот тут получили немного трофейных 130. Это все старые модели. Ну, надеюсь, у них такие же. На горном фронте, на востоке дела тоже нормально идут. Нормализируются, скажем так. По потерям, смотрите, мы потеряли 50 тысяч. Враг потерял 60 тысяч. Это с учетом того, что мы, скажем так, не особо были подготовлены к обороне. Имперское графство что-то не особо много даже и потеряло. Но мы от них совсем немного. 3700. А вот они 20 тысяч, они тут атакуют в горы. И уже более-менее организовали оборону. Протягиваются войска, потом опять вступают в бой. Они скоро, я думаю, просядут по снаряжению. Кстати, по своему снаряжению давайте посмотрим. Так, в боях мы теряем 6000 винтовок. Они теряют 11000. Почти 700 танков потеряно. Но один к двум, можно сказать, идут потери. Здесь выстрелил оборону вдоль реки. Еще будем сдерживать. Но если что, тут откатываться есть куда. Дальше еще много рек. Так что продолжаем обороняться. Выполняется фокус на обучении народу. Получаем ячейку. Сейчас нам бы что-то на боевые характеристики для наших войск. Есть, кстати, на прирост населения. Потому что у нас нету пони ресурсов. Либо что-то на политвласть, чтобы можно было поднять призывный закон. Но, к сожалению, вообще чего-то ничего нет. Вот тут есть защита революции. Но это надо, чтобы коммуналисты были больше всего представлены в Конгрессе. Там даст защиту национальной территории и минус 10% потерь. Но давайте будем идти в эту сторону. Сначала возьмем предвестники революции. Мы должны напомнить мир о заруждающейся социалистической революции. Такая декларация утвердит процветание Скайновской эсеры. И резюмирует нашу солидарность с нашими угнетенными братьями за рубежом. За счет угнетенных братьев никто, к сожалению, не хочет нам присылать дивизии добровольцев. Вот, правда, остались только две страны. Вот здесь и здесь. Одна окружена, другая оправдывает цель войны против вот этого троллянса. Ох, это плохо. Заняли мы вот здесь оборонительные позиции. Атакует враг постоянно, постоянно, постоянно. У нас есть резервы. Блин, как они используют такую большую ширину фронта? У нас только 56. Почему наши не подходят? Обидно. На остальных участках как-то более-менее нормально. Здесь, кстати, даже отбили одну территорию. Вот тут захватили вражескую. Тут отбили нас опять отбрасывают. Здесь нас тоже потихоньку отбросили. Тут эти постоянные атаки наши. Они просто движутся. Как бы их выбили с этой территории. Начинают обратно двигаться. Но враг занимает. И получается, что как бы они атакуют эту землю. Но тут начинаются проблемы со снабжением. Но пока что только для нас. 50% у нас идет тут снабжение. Потому что очень плохая инфраструктура. У врага пока есть. У него тут 5-8. Ну вот здесь, когда он будет брать под контроль эти земли, то они тоже очень сильно будут страдать. Вот надо отступать еще дальше. Конечно, не особо хочется. Ну, раз придется, то придется. И давайте еще раз глянем на потери. 170 тысяч у нас. У врага 150 тысяч. Да, достаточно большие. Отменил я все-таки вот здесь оправдание цели войны. Не сможем туда выделить никаких войск. А теми, что есть, победить в этой войне будет крайне сложно. Пошел третий месяц войны. Удается нам защищаться возле реки. Нас тут выбили. Но потом они нас атаковали. Мы здесь держали оборону. И сейчас идем в контратаку. Пробуем выбить врага дальше за реку. Нам это получается. Тут есть также, я вижу, некоторые войска вражеские, которые очень сильно истощены. Но атаковать я пока не буду. Да, я их могу отсюда выбить. Но они потом опять вернутся. Лучше немножко отдохнуть. Вот здесь перебрасываю войска. Тоже пробую, пробую кое-как защищаться. Вот здесь, видите, сдержали их атаку. Здесь пошло новое. Здесь нас выбили вдоль фронта. Вот тут самый такой спокойный участок фронта. Вот этот вот центральный. Казалось бы, именно здесь должны были бы пробиваться к морю. Но они там стоят. Горный участок, ну так, 50-50, знаете. Вот здесь мы отбили. Но вижу, они опять нас здесь хорошо атакуют. Но подходят под крепы. Может удержимся, может нет. Тут особой разницы нету. Потому что есть еще запас. Есть враг. Тут, правда, контролирует воздух. 50 самолетов. У меня, кстати, есть сюда возможность переправить самолеты. У нас 27 истребителей. Что я с ними сделаю? Не знаю, ничего не сделаю. Тут у наших союзников палубные истребители. Есть статические бомбардировщики и обычные истребители. А почему они их не используют? А потому что они не воюют в этой войне. Надо бы призвать все-таки. Давайте это сделаем. Вот эта страна, Великое Герцогство Филофия. Хорошо, что я ее не присоединял. Она нам дала много дивизий. Тут, к сожалению, не видно, сколько. Но вот эта армия почти что полностью состоит из них. Тут наших 5. Соответственно, 15 дивизий они дали. Да, они обученные. Но по ходу боев обучаются. Может еще и Скайфол передаст новые дивизии нам. Наступает зима. 12-13 года. Положение отдела на фронте все такое же. Выровнялась вот на севере линия фронта. Пробиться дальше второй провинции враг пока не может. Сдерживаем их войска. Вот тут, правда, сейчас нас пробьют. Но это тоже вторая линия наших провинций. Но остальном нечего говорить, честно говоря. Просто стоим, сдерживаем. Но вот сейчас, скорее всего, здесь нас пробьют. Мы перебросим вот отсюда танки. И будем пытаться их опять отсюда выбивать. Вот здесь, кстати, тоже нас пробивают. Сейчас самая главная проблема. Это решить вопрос с рекордами. Для этого нужно 187 политвласти. Возможно, после этого фокуса я не буду никакие фокусы исследовать. А попросту, чтобы у нас шел хороший прирост. Плюс 2 единицы в день. Тогда, может, и быстрее насобираем. Получили немного превосходства воздуха в клубничных землях. Здесь, к сожалению, у нас нету даже аэродрома, чтобы направить самолеты. Чтобы здесь получить хоть какой-то бонус. По потерям пошли мы в отрыв. Ну, вернее, враг от нас пошел в отрыв. Кстати, давайте еще и ручей град призовем. Ну, а что, тоже может направить кое-какие дивизии. Потому что Skyfall, он 4 дивизии выставил на эту войну. Они где-то вот здесь еще воюют дополнительных. Может, и эти выставят. По потерям враг уже на 100 тысяч от нас больше потерял. И по снаряжению мы теряем 17 тысяч винтовок. Враг в 2 раза больше. 34 тысячи. И 2,5 тысячи легких танков. Откуда у них столько танков? Ну, видно по составу дивизий, что уже идет там нехватка. То есть, на складах у них, скорее всего, по нулям все. Да, если посмотреть по запасам, то у легких танков 0. Магического снаряжения у них также нету. Противотанковых пушек тоже нету. Но это такое себе. Пехотного снаряжения у них еще достаточно много. 40 с чем-то тысяч. А у их союзников пехотные снаряги уже нету. Это те, которые вот здесь в горы долбятся. Допснаряги, кстати, тоже нету. Хорошо. Осталось, я думаю, через зиму переждать в обороне. А потом можно будет с какими-то точечными ударами их начинать выбивать. О, получают наши интернационалисты 40 делегатов в Конгрессе. Можно, кстати, взять и 2,5% военнообязанного населения сразу. Либо предложить союз. И они станут нашей марионеткой. Давайте все-таки вот это возьмем. Я, конечно, говорил, что нужны рекруты. Но пока есть чем воевать. Пока можно терпеть. Давайте вот это попробуем сделать. И на этом моменте давайте будем завершать первую часть войны против Империи Грифонов. В следующей будем уже наконец-то пытаться начинать контрнаступление на их земли. Но получится это у нас или нет, вы узнаете в следующей серии. Так что всем пока. До новых встреч.